Летом очень важно организовать жизнь школьников так, чтобы каждый день им приносил что-то новое, а воспоминания о летнем времени еще долго радовали детей. А главное, чтобы этот отдых был не только интересным, но и полезным. В рамках летней оздоровительной кампании для юных славянцев прошло мероприятие «Казачье лето», где побывали и наши корреспонденты. Любите ли вы риск и адреналин, или наоборот, стремитесь к гармонии и покою? Все это словно добрый волшебник подарит вам лошадь. Не случайно дети тянутся к лошадям, восхищаются ими и любят на них кататься. Благотворное влияние этих животных на здоровье человека сложно переоценить. Именно поэтому руководство детской юношеской спортивной школы «Изумруд» совместно со специалистами управления образования в рамках летней оздоровительной кампании решили развивать новое направление – конный туризм. С начала школьных каникул ребята могли посещать школу юного казака-наездника. Ребята знакомятся с лошадьми, уход за лошадьми, седловка лошадей и приобретают навыки верховой езды. Им это очень, я думаю, пригодится в дальнейшем. Как отметила Наталья Пивнева, цель создания такой школы – пропаганда здорового образа жизни и возрождение казачьих традиций. Около сотни мальчишек и девчонок с летних детских площадок, школ номер 3 и номер 16 на протяжении всего лета трижды в неделю приходили на отделение конного спорта и знакомились с лошадьми. А на прошлой неделе они увидели показательные выступления всадников. Затем состоялась интересная беседа с председателем Совета стариков районного казачьего общества Анатолием Почторенко, который рассказал ребятам о возрождении казачества на Кубани. Это было очень сложное время. Нам приходилось ездить по хуторам, по станицам, спрашивать, где, как остались казаки потомственные. Вот в станице Петровской был такой казак комиссаров, который подарил мне пурку, подарил черкеску и два кинжала. Кроме того, мальчишкам и девчонкам рассказали о том, какие существуют породы коней. Ребята узнали, что у лошадей очень развит слух и обоняние. Они способны улавливать запахи и звуки, недоступные для человека. История лошади неразрывно связана с историей человечества. У ребят захватывало дух, слушая рассказ о лошадях. Лошадь была домашнена в пятом-шестом веке до нашей эры. И как много пользы она принесла. На ней пахали, возили грузы, воевали, состязались в быстроте и ловкости. Много нового и интересного открыли для себя юные славянцы на празднике казачье лето. Также мальчишки и девчонки смогли покататься на файтоне и покормить лошадей в конюшне. Я очень рад, что сюда пришел. И мне очень тут понравилось, когда я вырасту, я тут буду кататься на лошади. Нам очень нравится быть с лошадьми. Мы их кормим, мы на них катаемся на карете. Мы еще с ними разговариваем, мы их гладим, когда кормим. Иногда некоторые помогают кормить. Тех, которые боятся, им помогают. Либо учителя, либо кто-то еще. Мне хочется скакать на соревнованиях, на лошадках. Я их очень всегда люблю, обожаю. Завершается летняя пора, и праздник казачье лето останется в памяти у ребят одним из самых ярких и запоминающихся моментов. Побывав на экскурсии на конном отделении в спортивной школе «Изумруд», мальчишки и девчонки испытали ни с чем не сравнимые эмоции от общения с умным животным – лошадью. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...